Так, ну что, завершилась произвольная программа в соревнованиях мужчин на финале Кубка России. Давайте поговорим о трёх заключительных прокатах. Я, собственно, их и видел. Первым на лёд вышел Женя Семененко. Он и выиграл турнир, но, конечно, никогда не предугадаешь, какое у тебя будет тело после взросления. И, вспоминая Женю пять лет назад, на первенство России 16-го года, кто, что называется, знал, что он так вымахает именно в ногах, что у него будут вот такие длинные ноги. У него и у Грасли это, к сожалению, будет постоянной такой проблемой. Это замечательно, что ему даётся скручивать все эти прыжки четверные. Может быть, именно за счёт этого есть в этом преимущество. Но вот с точки зрения внешней составляющей, конечно, всё выглядит крайне неряшливо и неуклюже. И здесь, собственно, нет никакой вины в этом самого фигуриста. Мы себе ни тело, ни внешность не выбираем. Как получается, так получается. Просто, к сожалению, это будет аукаться. По крайней мере, во второй оценке так точно. Можно как-нибудь подобрать хореографию. Вот, по-моему, как раз-таки у Грасли была программа произвольная. Там он в рубашке, что ли, катается такой. И прям всё так смотрелось, даже и не придерёшься к его катанию, потому что всё смотрелось органично. А Жене на программу не сказать, что плохая. Но тут нужна иная хореография именно под самого фигуриста. Ну, конечно, нужно улучшать само катание, качество катания, владение коньком. А в остальном прекрасный прокат, отличная скорость. Жене показал характер, выстоял. Так что молодец. Андрей Мазалёв. На самом деле, я забыл, сколько ему лет. По-моему, ему 16 было. Может быть, уже 17. Но чтобы в таком возрасте уже показывать вот такие результаты, такие прыжки, это уже очень здорово. А со временем, когда тело ещё больше будет формироваться, укрепляться, становиться сильнее, всё должно быть только лучше. И результаты, и выступления должны быть более уверенными. Поэтому то, что там оступился, здесь оступился. В целом, сам фундамент и основа у Андрея есть. И это самое главное. Пока не видно никакого прогресса, но и регресса тоже. То, что упал, опять же, ерунда, бывает. Ещё больше окрепнет, наберётся опыта, и должно быть всё замечательно. Также нужно поработать над катанием и над презентацией в дорожке шагов. Выражение лица у Андрея было там, ну, совсем такое каменное. То есть тело показывало вот такую всякую хореографию, местами экспрессивную. А лицо было каменное, обычно ничего на нём не было. Ну, и также на шагах. На некоторых шагах не хватает скорости. Хотелось бы побыстрее и почёче всё это видеть. Ну, и замечательный четверной флип. Так что всё нормально. Ну, а Петя Гуменник, как обычно, одно удовольствие смотреть, как он катается. Словно по желе скользит. Шикарный четверной Сальхов в начале программы. Прям настолько здорово прыгнул. По-моему, его лучшее исполнение вообще в этом сезоне. Тройной аксель, затем тоже всё здорово. Ну, а потом, к сожалению, всё пошло, как обычно. И начались трудности вот этого прыжкового потолка. Так что здесь снова ничего нового. Но самое главное, что катался хорошо. И вот этот четвернос Сальхов, ну, прям сгладил общие впечатления от ошибок на остальных прыжках.